Евгения Ткача обвиняют в изнасиловании няни и его собственного ребёнка. Жена требует развода, а тёща – отказ от отцовства. Он приходит к патрульным с просьбой восстановить его честное имя и спасти семью. Значит, несколько дней назад я пришёл домой с работы, немного подвыпивший. Вот, ну, там… Немного – это сколько? Я не знаю, пару бокалов вина, может быть, три. Вот, пришёл домой, а там только няня была и сынишка спал. Вот, жена с тёщей были в театре. Я решил выпить ещё бокальчик вина, предложил няне. Няня согласилась, а дальше… А дальше не помню. А когда я уже пришёл в себя, то надо мной стояла няня в разодранной блузке. Вот, и тёща кричала, что сейчас позвонит в милицию. Ну, в общем, я пытался оправдаться как-то, вот. Та… Мне никто не поверил. Ну, так неудивительно. Няня в разодранной блузке. Ты пьян. Я понимаю, я понимаю, что здесь играет всё против меня, но я такого сделать не мог. Но у меня жена, я её очень люблю, но она для меня всё. Дружище, может, ты просто не помнишь? Вот в том-то и дело, что выпил я не столько, чтобы не помнить. Меня вот как-то раз и выключило. Такого не было ещё со мной никогда. Слушайте, ну я понимаю, что вы сейчас мне не верите. А хотя бы проверить можете, а? А что обо всём этом думает ваша жена? Дело в том, что лично с женой я поговорить не мог. Мама её всем заправляет. Вот. Но передаёт, что Оля сказала, чтобы я уходил. И разговаривать со мной не хочет. Ну, а в каких ты отношениях, Стёч? В каких отношениях? В плохих, конечно. Она меня вообще за человека не считает. Понимаете? Вообще за человека не считает. Она меня шпыняет по поводу без повода. Я не тряпка. Не тряпка, но молчать иногда приходится. У неё всё-таки живём. Няня подала заявление в милицию? Нет. Няня ещё не подала заявление в милицию. Тёща решила со мной в благородство поиграть. Вот она, значит, упросила няню не подавать заявление в милицию. Но я за это должен уйти и подписать добровольный отказ от отцовства. Понимаете? А скажи, пожалуйста, у няни были доказательства для похода в милицию? Экспертиза была? Была экспертиза. Я видел заключение врача. Там написано, что изнасилование было и побои были. Но я этого сделать не мог. Ну не сделал я этого. Ну ещё успокойтесь. Это всё мы уже слышали. Помочь мы вам ничем не можем. Почему? Потому что мы не помогаем людям, которые не контролируют своё поведение. Тем более вы были пьяны. Ясно. До свидания. Лёха, а если это не он? Сомневаешься? Да есть, Малёк. А ты? Ну, даже не знаю. Я бы проверила. Ну хорошо. Значит, проследим. Посмотрим, что это за фрукт. Ну а дальше разберёмся. Тут два варианта. Либо он не насильник, и мы можем спасти его семью. Или всё-таки насильник, и пытается использовать нас в своих целях. Если всё-таки да, мы его проучим. Но для этого надо его проверить. После визита к патрульным Евгений поехал к детскому саду. Слушай, как ты думаешь, зачем он к садику приехал? Да тут вариантов немного. Либо сына увидеть, либо с женой Олей поговорить. А если он вообще заберёт ребёнка и уедет вместе с ним? Да у него кишка тонка, посмотри на него. Он не из тех людей, которые могут что-то натворить. Это те люди, которые всегда решают все вопросы мирным путём. Не знаю, не нравится он мне. Ну нравится, не нравится. А что ты хотела? Такой человек. О, машинка какая-то крутая приехала. Ну, конечно. В первую очередь должен выйти охранник, обязательно лысый. Через какое-то время туда же подъехала и тёща на дорогой машине с охранником. Они явно не рады этой встрече. Ну, да, не позавидую я парню. Вылитая Мегера, смотри, строит, командует им. Бастуша, ну неудивительно. Любая женщина бы так отреагировала бы на насильника. Ну, если бы он был насильником, мы ж не знаем. Ой, это уже лишнее. Да, дружище, это была твоей ошибкой. Жаль, что Женя наш ответить не может. Ну, ладно, не ка. Алло, Лёха. Да, сэр. Ну, смотри, провели мы нашего паренька. Пришёл он к садику, встретился с тёщей, попытался ей что-то объяснить, ну, и получил от охранника. Слушай, ну, не тянет он на насильника. Ну, поговори с ним. Скажи, что будет такой уговор, мы всё проверим. Если он не насильник, поможем ему. А если всё-таки виновен, то сами же издадим его в милицию. Вот так вот. Да, я понял. Хорошо, на связи. Вот так. О, на ногу. Дружище, тормози. Разговор есть. Я считаю, что тут что-то нечисто. Евгений? Да он даже мухи не обидит. Я лично не доверяю Евгению. Именно среди таких тихоньев встречаются насильники. Но в любом случае нужно узнать другую сторону конфликта. И уже только после этого делать какие-то выводы. Так, Жек, смотри, что тебе нужно будет сделать. Подкинуть жучок тёще. Сможешь? Я попробую. А как? Всё очень просто. Подкинешь в сумку. Да, кстати, это в твоих же интересах. Если нам повезёт, то мы узнаем, как всё было на самом деле. Я понимаю, только, возможно, она не подпустит меня к себе. Но после того, что было. Ты послушай, ты подойдёшь к ней, сразу же за тобой подойдёт Серый. Угу. Начнёт её отвлекать. А в этот момент ты подбросишь жучок. Делов-то. Хорошо. А у тебя получится? Да не переживай, всё будет чётенько. Тогда договорились. Евгения и Патрульная поджидают тёщу возле офиса. Идут. Так, давай, Женя, как я тебя инструктировал. Давай, 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 а то ещё с укусом. Рима Михайловна. Ты опять решил? Тебе вчерашнего было мало? Мне нужно с вами поговорить. Нам не о чём говорить. Если ты решил, тюрьма или отказ от отцовства, я выслушаю. Серёга, иди, ты сейчас опять не могу. Я не могу без сына. Пожалуйста, забудь о сыне. Я свою семью позорить не дам. И ради дочери и внука, на всё готово. Своляйте. Я по поводу работы, чё-то тупое-то. Что такое? Вызывайте, вызывайте. Поменяйте охранника. Очень запутанная ситуация. С одной стороны, все правы, а с другой никому верить нельзя. Тюща хочет избавиться от зятя Рохля, так как считает, что дочка ей достойна намного лучшего. Интересно, а чего хочет няня в этой истории? Серёга, ну что за методы? Это у тебя план такой был. Ты видела этого охранника? Да, видела. Никакой культуры общения. Я вообще не понимаю, как таких на работу берут. Вот мне пришлось действовать по обстоятельствам. Ну да. Понимаешь? Женя, ну что, получилось у тебя? Ну, вроде да. Ну, вот и хорошо. Кстати, охранник, чемпион Европы по боксу. Да, ну, по всей видимости, бывший. Так, слушайте, нам нужно понять, какую роль во всей этой истории играет няня. Кстати, ты знаешь, где она сейчас? У неё через полчаса заканчивается смена. А, вот и чудненько. Идёмте к машине. Алло. Алло, Дэн. Ну смотри, жучок подкинули. Следи там за разговорами, прослушивай всех, кто что. А мы понаблюдаем за няней. Окей, разумев. Как все прошло, дарыч? Да всё нормально прошло, без эксцесс. Ой, скромняга. Да, пока. Сама скромность. Патрульные Евгении проследили за няней от дома до турагентства. В отпуск, что ли, собралась? Да мы её только на лето отпускаем. А так она круглый год с нами. Ну, уже нет. Сейчас я пойду проверю, куда она собралась. Ты в агентство хочешь? Да. И путёвку взять какую-нибудь? Да, на Фидже. Сейчас договорились. Сейчас я только с крыточкой заряжусь. Ой, давай. Так. И подороже, пожалуйста, не экономь на мне. Слушай, да что на тебя экономить? Давай уже, иди. Ладно, сейчас посмотрим, что там у нас Серёга будет сейчас снимать. Джакузи, то есть спортивные секции, всё, что вы желаете, как бы всё там есть. Добрый день. Да, здравствуйте. А скажите, с кем я могу поговорить по поводу туров? Со мной. Меня зовут Екатерина. Присядьте, пожалуйста, пока я занята. Буквально пять минут освобожусь и смогу уделить вам время. Хорошо, спасибо. Хотите, может быть, чай, кофе? Нет, спасибо. Моторчик берегу. Хорошо, посмотрите вот проспектики с турами. Так, значит, Египет, правильно? Да. Хорошо, на двух человек. Да, на двух человек. Значит, я вам предлагаю вот это. Знаете, ну не выглядит ваша няня. Мы сейчас на насилованной девушке. На территории отеля. Я ей говорю, я её не насиловал. Всё бесплатно. Всё бесплатно, абсолютно. То есть фрукты, еда, напитки, круглосуточно. Смотрите, значит, вот на территории пляжа, шезлонги. Это так, так как? Да, белейший песок, то есть прозрачная вода, рыбки, красивые кораллы. Тогда у неё отпуск, говорите? Обслуживание на высоте. Летом. Первый раз в Египте. Ну, ещё один сейчас, неурочный будет. Да. Хорошо, значит, путёвка на двоих, да? Между прочим, путёвка на двоих. На отпуск не одна собралась? Я прошу, девушка, скажите, пожалуйста, у вас всё, что есть в этих проспектах, больше ничего я не могу увидеть, да? А что вас конкретно интересует? Мне интересует, например, сафари-тур. Ну, у нас, к сожалению, эксклюзивных таких аккредитических туров нет. У нас больше Турция и Египет. Могу вам предложить. Спасибо, я уже столько накатался. И Турция и Египет. Ну, хвостонишка, Серёга. Ладно, будем искать другого. Я уже на клубе побывал. Да, пожалуйста. До свидания. До свидания. А, кстати, девушка, я от Египта не в восторге. Ну, если только рыбок не посмотреть. Не пришлите внимания. До свидания. До свидания. Египет ему не нравится, да? Пять раз там было, не нравится. Жертва изнасилования отправляется залечивать свои душевные раны в Египет. И не одна. Если бы она собиралась обращаться в милицию в ближайшее время, то она бы не планировала никуда ехать. Серёга, Серёга, экстремал ты наш. Сафари ему побывай. Серёжа, молодец. Евгений, а есть догадки, с кем Нина может поехать на отдых? Скорее всего, с парнем со своим. Только вот откуда у неё деньги в Египет, тёща-то столько не платит. А что за парень? Чем занимается? Может быть, он при деньгах? Да он таксистом работает, он простой, как пять копеек. Там денег нет. А ты откуда знаешь? Да он нас пару раз на дачу подвозил, разговорились. Слушай, может, эта тёща твоя от купные подкинула Нине, чтоб та в милицию не обращалась? Или поблагодарила её. Так, телефон таксиста есть? Да. Давай. Юлька, доставай телефон. Будем вызывать такси на Дубров. Камера есть? Всё на месте? Да. Так, хорошо. Только аккуратнее, ребята. О, кстати. Такси. Алло. Там магнитико есть? Да, да. Да, на Борисполь. Да мы уже внизу ждём. Где вы? Когда вы будете? Всё. Договорились, да. Лёха, давай быстрее вали. Он через минуту будет. Я за вами, ребят. Хорошо, хорошо. Ребят, Борисполь? Да, да, дружище. Где ты пропадаешь? У нас регистрация через 15 минут заканчивается. Давай быстрее. Задача патрульных – получить побольше информации от разговорчивого Николая, парня Нины. Возможно, он может рассказать ещё что-то важное. Поехали, поехали, поехали. Серёж, а ты только маску взяла, вела? Просто тоже. Юлька, я взял только маску. Мне больше ничего не нужно. Ты лучше проверь, документы все в порядке? Документы всегда у меня в порядке, ты же знаешь. Вот это самое главное. Ребят, на отдых едете? Та-да, в Египет позагорать. Между прочим, уже третий раз. Знаешь, когда тут зима, холодно, а ты на море. Ай, хорошо, песочек горячий. Я тоже собираюсь с девушкой со своей ехать. В Египет. Правда, первый раз только. Ну, слушай, нормально таксиста я живу, да? Так накопил денежек, взял девочку и на море, да? Ну, как бы на работу я не жалуюсь, на денежек не я отложил. У меня девочка работает няней в богатой семье. Вот премию дали. И едем. О, молодец она у вас. Какая? Это да. Да, понятно все. Похоже, что парень Нины ничего не знал об этом изнасиловании. Думаю, что Нина не хотела говорить, потому что ей стыдно. А может, в принципе, изнасилования и не было. Она была уверена, что об этой истории будет знать только она, Ирима Михайловна. Зачем посвящать в такую историю любимого человека? Дэн, ну что там с прослушкой? Зловил разговоры тещей с каким-то американцем. Как раз про Олю говорила. Она его нароченным называет. Хочет, чтобы через тиждень она познаемилась. Все понятно. Американец подкинул денег няне, чтобы она поставила Евгения. Ну, вот за какие шиши она собралась ехать в Египет отдыхать. Ну, а может, все же теща дала отступной Нине, чтобы та не подавала заявление в милицию? Ребят, может быть и так, и так. Нужно проверить няню. У нас нет выбора. Нам нужно идти на хитрость. Мы должны раскрутить Нину на разговор и получить признание. А сделать это мы можем только одним способом. Леша решает поговорить с няней после того, как она отведет ребенка в садик. Официально. Очки, купальники, несколько купальников. Мина, здравствуйте. У меня есть к вам пару вопросов. Не могли вы мне на них ответить? А что-то случилось? А вы присядьте, я вам сейчас все объясню. Хорошо. Отца семейства обвиняют в изнасиловании няни собственного ребенка. Он уверяет, что невиновен. В ходе расследования патрульные узнают, что его теща, состоятельная и властная женщина, недовольна браком дочери. Она заставляет Женю написать отказ от отцовства, а Ольге уже нашла нового мужа. Параллельно выясняется, что изнасилованная няня купила путевки на двоих в Египет и собирается отправиться туда вместе со своим парнем, который уверен, что деньги на отдых – это премия няни за хорошую работу. Становится очевидным, что никакого изнасилования не было, и подтвердить это может только няня. Важно получить ее признание. Нина, я знаю, что вас изнасиловали. Откуда вы знаете? Ольга рассказала, жена Евгения, нам теперь нужны ваши показания. Ольга рассказала? Подождите, мне нужно позвонить Риме Михайловне. А зачем звонить Риме Михайловне? Дадите показания, Евгения арестуют. Как арестуют? Ну как, как и всех арестуют. Будет суд, дадут ему лет семь, как минимум. Семь лет? За мои слова? Нет, за то, что он вас изнасиловал. Он же должен быть наказан за то, что сделал. Ну, и Коля узнает? Ну, думаю, что Коля тоже узнает. Ну, подождите. Не было никакого изнасилования. Ну, как это не было? Было же? Нет. Это Римма Михайловна все придумала. Она дала мне снотворное, чтобы я Жене подсыпала. И заплатила пять тысяч. Сначала, значит, снотворное, потом рваная блузка. Ну, а кто же сделал медицинское заключение? У Римма Михайловны есть знакомая. В клинике работает. Это она и подсуетилась. Угу. Понятно. Ну, а чем зять не угодил тёще? Да я не знаю, но нагадываюсь. У Римма Михайловны на работе появился партнёр. Иностранец. И он влюбился в Олю. А Римма Михайловне нужно было как-то скомпрометировать Женю, чтобы тот отказался от сына и... чтобы Оля подала на развод. Некрасиво. Коля узнает. Ну, это всё зависит от вас. Нина очень испугалась, когда всё вышло за пределы семьи. Она ведь думала, что никто не узнает. Похоже, она даже не понимала, на что она пошла, обвинив Евгению. Так, вон она идёт. Жек, ты сиди здесь, и я сейчас сам разберу слуху. Осталось, чтобы видеопризнание няни увидела Ольга, жена Евгения. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Алексей. И кто вы, простите? Патруль самообороны. Так, и что? Ольга, у меня для вас есть информация, которая относится к вашей семье. Это видео, вы его посмотрите, пожалуйста. Что за видео? Да не беспокойтесь, это в ваших интересах. Посмотрите, посмотрите. Не было никакого изнасилования. Это Римма Михайловна всё придумала. Она дала мне снотворное, чтобы я подсыпала Жене. И заплатила пять тысяч. Вот так вот. Предательство матери шокировало Ольгу. Она ничего не знала о её планах устроить её личную жизнь и сломать жизнь её мужу. Мама! 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 Что случилось? Мама, сколько ты будешь врать постоянно? Зачем ты постоянно лезешь в мою жизнь? Мама, ты понимаешь, что я жизнь? Нет, ты со мной так разговариваешь. Да я ненавижу тебя больше вообще! Я тебя, мать, прекратить сейчас же! Мама, ты мать! Хватит рушить всё, что делали, гьян, ты понимаешь? Зачем ты придумала про Жене весь этот бред? Мама, что это вообще? Я не износилы! Таким дураком, которому ты живу не построишь! Это мой муж, ты думай вообще, у него ребёнок. Ты ещё жизни не видела! Да я вообще уйду, ты никогда не видела! Мама, не видишь, что меня не ребёнка! Ты поняла меня! Чёртовой матери! Римма Михайловна хотела сделать дочь счастливой. Выдать замуж за иностранца и отправить её за границу. Но в итоге чуть не поломала судьбу Евгению, внуку и даже дочери. А в результате осталась одна. Подруга Риммы Михайловны, которая подделала для Нины медицинское заключение, лишена врачебной практики. Нина больше не работает няней в семье ткачей. Её поездка в Египет так и не состоялась. Ольга, Евгения и их ребёнок живут отдельно от Риммы Михайловны. Из квартиры украли деньги. Хозяйка квартиры обвиняет в краже своего брата и грозит сдать его в милицию. Он же уверен, что деньги украла гадалка сестры и просит помощи у патрульных. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей. Никита. Случилось что-то? Да. Дело в том, что моя сходная сестра Оксана Плетнёва две недели назад она поехала в командировку и оставила ключи мне для того, чтобы я поливал её цветы. Кстати, её фотография. Вот, возьмите. Вот. А когда она вернулась, она вдруг заметила, что у неё пропали все её сбережения. А это очень огромная сумма. Вот. И она обвиняет во всём меня. Говорит, что заявит в милицию и угрожает мне астральной расправой. Вот как. Ну, здесь действительно без нашей помощи не обойдёшься. Конечно, вам смешно. А мне вот нет. Дело в том, что она попала под влияние то ли какой-то гадалки, то ли экстрасенши, то ли аферистки какой-то. Она изменилась. Она стала другой. У неё даже словечки какие-то появились. Знаете, типа там, астрал, второй параллельный мир и там, ну, такое. Вот. И я не знаю, что делать. Дело в том, что мне кажется даже, что вот эта вот гадалка, она каким-то образом замешана в том, что эти деньги исчезли. Я думаю, что она как-то обманным путём забрала её. Ясно. Ну, а вы знали, где у сестры деньги лежат? Нет. Вот. Так. Езжайте к сестре, пообщайтесь с ней, может, что-то узнаете. И попытайтесь уговорить её, чтобы она не обращалась в милицию. Ну, и сразу мне сообщите. А я сейчас посмотрю, может, есть какая-то информация за последних пару месяцев о этих аферистах. Не переживайте, поможем вам. Никита говорит, что денег он не брал, а ключи от квартиры были только у него. Поэтому самый главный подозреваемый именно он. Да и гадалка тоже. Проверим всех. Вадим и Надя хотят поговорить с Оксаной. Они рассчитывают, что она согласится сотрудничать. Здравствуйте. Оксана Клетнёва? Да, Оксана. Нас прислал ваш брат Никита для того, чтобы разобраться с пропажей денег. Подождите, я не поняла, вы кто? Мы патруль самообороны. Какой самообороны? Ну, это такая общественная организация, которая помогает людям в решении их проблем. Извините, мне некогда с вами рассказывать. Оксаночка, подождите, правда. Мы хотим помочь вам разобраться в этой ситуации. Уделите нам две минуты, пожалуйста. Ладно, проходите. Раздевайтесь. И в чем разбираться? Пусть Никита вернет деньги и все. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Проходите. Там присаживайтесь. Только он был здесь в мое отсутствие. Брат лишил меня не просто денег, а надежды на лучшее будущее. Эти деньги мне нужны были для кармической чистки судьбы. Я во всем себе отказывала. Но я смогла собрать нужную сумму. Ну, чистка кармы, я смотрю, уже произошла. Не стоит шутить над тем, чего не знаете. И вообще, пусть Никита в ближайшее время одумается и вернет деньги. А то я заявлю в милицию. Кстати, он однажды уже привлекался за подозрение в краже. Никита нам об этом ничего не говорил. Это было лет пять назад. Вы у него спросите. Оксаночка, а вы можете показать нам, где у вас хранились эти деньги? Пожалуйста. Не каждый отыщет. Только тот, кто знает. Алло, Леша. Можешь к нам прислать эксперта, снять отпечатки? Ага, давай, ждем. Я понимаю, Никита специально к вам обратился, чтобы отвести от себя подозрение. Но на самом деле, деньги украл он. Больше некому. А как вы думаете, ваша гадалка могла взять эти деньги? И она знает, где вы живете? Во-первых, не гадалка, а ясновидящая. И, естественно, она была здесь. Она гоняла злых духов. Вообще, моя Анжела – это единственный порядочный человек в моем окружении. А вы можете нам дать адрес вашей гадалки? Пожалуйста, проспект Лесной, 13, дроп 1. Только вы не там копаете. Ну, не будем торопиться с выводами. Давайте вместе дождемся результатов экспертизы. А вы пока дня два не обращайтесь в милицию, а мы вам поможем отыскать ваши деньги. Ладно. Не скажу, что перед нами зомби. Скорее, несчастная, растерявшаяся женщина. Даже не знаю, кому больше нужна наша помощь. Ей или Никите. Оказалось, что на шкатулке, из которой украли деньги, эксперты обнаружили отпечатки пальцев Никиты. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что, получилось накрыть гадалку, да? Ну, конечно, садитесь. Посмотрите, пожалуйста. Нам бы очень хотелось знать, почему ты, Никита, скрыл от нас этот криминальный эпизод пятилетней давности. И откуда отпечатки на ящике. Да, у меня была одна история, очень давно связанная с кражей. Это когда мы с ребятами праздновали день рождения у моего друга. А после, на второй день, его родители подали иск и сказали, что у мамы именинника украли колье. Нас потом всех вызывали, пытали. Ну, допрос устраивали, брали отпечатки пальцев. Ну, такое, нервы нам потрепали очень хорошо. Понимаете, в квартире я не только поливал цветы, но и проводил вечера со своей девушкой Викой Милишенко. В один вечер я забыл прикупить вина и начал искать, нет ли у Оксаны какого-нибудь алкоголя. И перерывал все ящики, и, видимо, один из ящиков оказался тот, в котором были деньги. Никита, скажи, а как ты думаешь, твоя девушка могла взять деньги? Да нет. Ей это не нужно. Дело в том, что у нее отец очень крупный бизнесмен. Вот он на днях ей подарил джип. Нет, деньги ей не нужны. Ну, а твоя сестра, она замужем? Расскажи что-нибудь о ней. Ну, после того, когда она развелась со своим мужем, она осталась одна с ребенком. Много мужчин за ней бегало, но она говорила наотрез нет. Вот. И просто говорила, что я жду своего знака судьбы. Знак? А что за знак? Да чепуха это все. Мне кажется, вот эта гадалка Анжела, она эти знаки сама ей навязывала. Анжела, кстати, может нас зацикавить. У нее умовный строк и охис посереду места. Да. Аферисты действительно пользуются доверчивостью людей. Я практически убежден, что Оксана у нее на крючке. Надя собирается вывезти на чистую воду ясновидящую Анжелу. Здравствуйте, вы к Анжелике? Да, вы знаете, я пришла почистить карму. Можно? А вы записывались? Если честно, нет. Ну, ничего страшного. Проходите, я вас проведу. Спасибо. Проходите. Здесь и сейчас вы сможете сбросить с себя всю нагибь. Присаживайтесь, пожалуйста. Прошу. Прошу. А скажите, пожалуйста, Анжелику, долго ждать? Нет, нет, недолго. Поверьте мне, это далеко не предел. Вы только в начале пути к совершенству. Спасибо большое. Вы очистите карму, все будет хорошо. Идите с Богом, Полиночка. Всего хорошего. У нас новые гости. Здравствуйте. Здравствуйте. А я вижу порчу. Я могу вам помочь. Хотите, помогу? Сниму. Немедленно. Почищу. Почистите карму, как Оксане? Вы знаете Оксаночку. Ну, конечно, она моя близкая подруга. И я прошу вернуть ей деньги, которые украли именно вы. Что вы такое говорите? Я не воровка. Я целительница. Да. Я ясновидящая. Я мак в седьмом поколении. И вы не имеете право. Да я теперь вижу, как вы обманули мою подругу. А еще я знаю, что у вас есть условный срок за мошенничество. И если я напишу заявление в милицию, то вам светит реальный срок. Понятно? Девушка, я вас прошу, уйдите прочь. Вам мне сейчас говорит бес. Конечно, бес. У вас и так порча. И поверьте, высшие силы видят все это. Высшие силы видят вас в милицию. А вас, девушки, я советую уйти отсюда. Уходите, не мешайте нашей работы. Уходим из работы. Я уйду. Мы еще с вами встретимся. Всего хорошего вам. Можно понять женщин, которые разочаровались в жизни и при помощи волшебства и магии пытаются вернуть свое утерянное счастье. Но я не понимаю, как можно вернуть свое счастье при помощи этой Анжелики. Я там ключок оставила. Ну, в общем-то, я знаю. Между прочим, на сегодня она отменила все сеансы. Да? Ты не боишься проклятий? Фатя, какое проклятие? Я тебя прошу. А ну, тихо, тихо, тихо. Она звонит. Егор, ко мне какие-то люди от Оксаны приходили. Говорят, у нее какие-то деньги пропали. Это ты их взял? Да не ври мне, не ври, сволочь. Мне надо срочно с тобой увидеться, срочно все обсудить. Да какой вечером? Какой вечером? Ты где сейчас? И если вдруг я узнаю, что это ты их взял, я тебя просто порву, понимаешь? Я тебя прибью нафиг. Алло, Леш, проверь, пожалуйста, связи от Анжела, а особенно парня по имени Егор. Угу. Спасибо. Посмотри, выходит. Судя по машине, дела у ясновидящей идут очень хорошо. Она садится в машину. Возможно, она едет на встречу с Егором, с которым она говорила по телефону. По делу ясновидящей, в качестве свидетеля проходил ее сожитель, вор-рецидивист Ремнев Егор Николаевич. Да, возможно, она сейчас направляется именно к нему. Будьте осторожны, да. Смотри, паркуемся. Патрульные следят за ней. Она приезжает к одному из городских рынков. Давай. Я тогда за ними быстренько пойду прослужу, а ты меня жди, хорошо? Хорошо. Хорошо. Анжела ходит по рынку в поисках Егора. Похоже, что он здесь работает. Рынок – людное место. Здесь есть чем поживиться опытному карманнику. Егор, какого черта? Ты опять меня подставил? Физ, успокойся, я не при делах. Это ты обрабил мою клиентку Оксану. У нее пропали деньги. И, наверное, из квартиры. А ты подвозил ее домой. Ты знаешь ее адрес. Придурок. Эта курица сама бы скоро все отдала. Я ее уже хорошо обработала. И все было чисто и гладко. А теперь ко мне пришла ее подруга. Требует вернуть деньги. Грозит милиции. Неизвестно, чем это все закончится. Я карманник. И не буду опускаться до квартирных краж. Могла бы сама об этом подумать. И вообще, зачем идти за деньгами, которые сами скоро придут? Ты лучше подумай, кто наши денежки подрезал. Ты же у нас ясновидящая. Ясновидящая. Вспоминай, о чем вы с ней говорили. О чем говорили? Она просила порчу снять своего мужа. Наркомана. Она еще жаловалась, что он у нее просит деньги на дозу. Этот мог на себя подкакать. Торчок? Этот мог. Он за дозу не на такое способен. Не я это. Иди, работай спокойно. Ну и дела. Просто банка с пауками. Вор, наркоман, шарлатанка. И все на одну бедную, несчастную Оксану. Но с этой парочкой это все ясно. Они не успели выудить свои деньги. А вот муженька-наркомана нужно трухануть хорошенько. И как можно быстрее. У таких, как он, деньги долго не задерживаются. Оксана Плетнева обвиняет своего сводного брата Никиту в краже денег. Никита просит помощи у патрульных. Но в процессе расследования на шкатулке, в которой лежали деньги, обнаруживают отпечатки пальцев Никиты. Он уверяет, что это случайность, и убеждает патрульных проверить гадалку Оксаны, Анжелу. У нее офис в центре Киева и дорогая машина. Слежка за ясновидящей приводит патрульных на городской рынок, где ее друг Егор промышляет воровством. Патрульные слышат, что криминальная парочка подозревает в воровстве бывшего мужа Оксаны. Патрульные узнали у Никиты адрес бывшего мужа Оксаны. Но когда они приехали, из его квартиры вышла бригада скорой помощи. Здравствуйте, а что случилось? Да, очередной передоз местного наркомана. Соседка вовремя вызвала, слава богу, спасли. А почему не забираете? А кому он в больнице нужен? Соседка вовремя вызвала, слава богу, спасли. Соседку вовремя вызвала, слава богу, спасли. Соседку вовремя вызвала, слава богу, спасли. С............. Э, Э, приятел. Э, hochland, э, неразонiend. Может, подождем и посмотрим. Эй, эй, эй. Бывший муж Оксаны сейчас в отключке и ничем не может нам помочь. Я решил установить видеокамеру и понаблюдать за ним. Если деньги взял он, то он обязательно себя проявит. Через два часа к бывшему мужу Оксаны пришли двое мужчин. Где бабки за наркоту? Где деньги, я спрашиваю. Лёд, слышишь? Я тебя спрашиваю. Я вам убитый. Блин, а я у жены украл деньги, я вам все отдал. Бочки украл, у жены пошел на преступление. У меня сейчас нет денег, я сказал же, я все отдам. Нет, что мне сейчас сделать, я отдам. Ты же, наверное, все употребил. Компания в полном сборе. Надь, надо вызывать милицию. Но пусть пока они приедут, они уйдут. Надо их задержать. Я пойду схожу. Вадик, ты же с ума сошел? Куда ты один пойдешь, их там двое. Да я по дороге что-нибудь придумаю, не переживай. Что ты придумаешь, Вадик? Не выдумывай. Отпустим ведь, уйдут. Надь, не беспокойся, все будет хорошо. Срочно пришлите, пожалуйста, наряд милиции. Прилечная, 37. Пожалуйста, быстрее. Привет, ребята. Кто Валера? Мне Валера нужен. А ты кто такой? Ну, мне просто Плетнев нужен, только он может помочь. Ему самому уже помощь нужна. Че надо? Кто такой? Ребята, у меня брат наркоман. Ему плохо уже второй день. Вот-вот лапти откинет. Доза нужна. Вот он мне дал адрес, и я приехал. У тебя есть доза? Что-то мутное какое-то. Ребята, ну, честно, надо доза. Ну, брату очень плохо. Ну, не знаю. Честно, не ам! Не! Мужики, я свой! Мужики, я подругу! Мужики, я подругу! Мужики, я подругу! Ну что, друзья мои, будем считать, что дело прошло успешно и без особых потерь. На, лед держи. Спасибо. У меня возникает еще один вопрос. Хотелось бы кое-что прояснить. Оксана, ваш сводный брат Никита много нам говорил о том, что ясновидыча Анжела использует вас. Да, говорил. Только что он понимает? Безусловно. Мы сейчас вам включим одну запись. И я думаю, что ваше представление о ином мире слегка поменяется. Денис, включи, пожалуйста. Придурок! Эта курица сама бы скоро все отдала. Я ее уже хорошо обработала. И все бы было чисто и гладко. А теперь ко мне пришла ее подруга. Требует вернуть деньги. Грозит милиции. Неизвестно, чем это все закончится. Как? Я ей же так доверяла. Никита. Прости меня. Я курица. Простишь? Я надеюсь, что Оксана больше не будет доверять свою судьбу шарлатанам. Очень трудно помочь человеку и спасти его от самого себя. Он должен сделать это сам. Но мы готовы всегда помочь ему. Когда Валерий Плетнев пришел в себя, он рассказал, что наркодельцы угрожали убить его, если он не вернет долг за наркотики. Он знал, что Оксана уехала, а ключ от их совместной квартиры у него остался после развода, о чем Оксана не догадывалась. По делу наркоторговцев и по факту кражи денег Валерием Плетневым ведется следствие. Продолжение следует...